Сначала думал, что в этом диковатом саде будет не очень, но сейчас я увидел, что, возможно, будет и красиво здесь тоже. Не знаю, первый раз, сейчас у нас времени около половины, ну нет, скорее ближе к 12 дня. Это, еще раз, Чаддингтон. Castle and Grounds. Castle means замок, то есть это тут замок Чаддингтон, и Grounds это как бы земли вокруг. Тут, наверное, где-то черепаха тортила живет. Главное, чтобы я не нырнул к ней в гости, много красивых кувшинок. Такие экзотичные корни. Симпатично. Интересно, осталось ли что-то от замка. О, утки, по-моему, где-то сидят на остатках лодки. Найс! Пока я тут иду по полям, расскажу вам, что, в принципе, существует два типа садов, английский и французский. Отличаются они тем, что французский. Это максимально, ну, нельзя сказать насилие над природой, но максимальное оккультуривание. То есть ровные, это топиарные искусства, это ровные клумбы, симметрия, это деревья на растяжках и прочее, прочее. А английский сад, он выглядит так, как будто все немного диковато, как будто само растет. Вот так вот легенько, красиво само выросло. А на самом деле, в этой естественности большой труд. И сделать это так, как будто оно само, стоит немалых усилий. То есть, если вы видите красивый лес, вот, где интересно сочетаются цвета листьев, форма деревьев, когда оно как-то растет, вроде как будто бы не само по себе, но гармонично симпатичного. Это, например, английского сада. А пока я вам это все рассказываю, заполняю паузу. Это на самом деле тот самый Чиддингстон замок. Вот, интересное место. И вот я сейчас буду заходить в чайочный сувенирный магазин. Продолжение следует...